здрасте товарищи меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп сейчас по заказу своего спонсора на бусте алексея я отреагирую на песню певца сынии из группы big bang песня называется one to free это из его альбома the great сын и великий сын и который вышел в 2018 году просы не наверняка фанаты big bang очень много знают и в принципе наверно даже знают многие фанаты и вообще люди которые следят за индустрией да потому что помимо того что товарищ известен сам по себе известен как певец исполнитель актер и композитор слегка и автор песен и много много-много другого и как диджей по моему джиу-джитсу даже в соревнованиях участвовал представляете даже серебро завоевывали что-то в этом роде в общем всемирно талантливый товарищ всесторонне скажем так развитый талантливый он еще к сожалению известен был скандалом даже парочкой последний скандал закончился его уходом из индустрии в принципе даже там каким-то тереным сроком после апелляции сокращенным два раза по моему но я этого скандала касаться не буду потому что хотите узнать сами узнаете почитайте я не очень люблю про это дело рассказывать и тем более разбираться правда неправда я про это мало когда узнаю там он все признал конечно но может правда может неправда тем не менее вот просто скажу что если бы то что натворил сын не сделал бы какой-нибудь американский рэпер скорее всего карьера только пошла в гору потому что мы бы это сработало в плюс репутации но опять же поправьте меня в комментариях обязательно если я ошибаюсь ладно этого касаться не буду повторюсь подробности хотите сами узнаете что касается сын не то он сам молодой участник big bang он один из таких наиболее на на продуктивных потому что повторюсь у него и сольная карьера была просить сольная карьера вот он сам писал песни и сам писал тексты много чего делал такого вот изначально он участвовал такой специальной танцевальной группе отдельный и на тв попал когда участвовал шоу под названием дайте прочитаю точно звание лет сколько play and нет battle shinwa эта группа шинва известна достаточно особенно некоторое время назад она пыталась создать еще одну мужскую группу которая была бы такая таким продолжительным продолжателем скажем так дел шинвы надеюсь я правильно произношу название группы мне всегда казалось так но может быть и синва кто его знает вот и его сыни заметили его в принципе отмечали как хорошего танцора то есть по танцам не было вопроса его хвалили отмечали это дтп но вокала ему не хватило при том что он на самом деле один из трех вокалистов как раз в big bang но не суть важно вокала не хватили его исключили вот но потом его так сказать рекрутер то white g entertainment такие нашел позвал участвовать группе big bang он принял участие опять же в формирование этой группы но тоже его как бы исключили на там практически финальном этапе но потом дали еще один шанс показать себя перед гендиром white g entertainment он себя показал его группу взяли оставили такое бывает в разных группах мужских женских и так далее вот в итоге он дебютировал составе группы в 2008 на одном из альбомов группы мы забываем big bang появилась песня по моему стронг бэйби да и в общем то он уже даже тогда начал какие-то сольные активности при том что он был в группе но сольные активности начал хотя это нельзя было назвать сольным дебютом полноценным но он даже выступал музыкальных шоу шоу и какие-то награды отхватил а 2011 он прям дебютировал со своим полноценным уже можно сказать так пожалуй да дебютировал своим мини альбомом и все с этого момента его карьера вот сольная пошла в гору реагирую я на песню которая вышла в 2018 году с альбома the great sinny собственно говоря да великий сын и песня называется one two three это один два три там по тексту песни раз два три ты идешь ко мне там парень рассказывает про его влюбленность девушку и о том как он теряет голову из-за девушки нет на голове бардак это я по мужу импровизирую не суть важно в общем теряет волю ну и говорит ты будешь моей по крайней мере на это надеяться не всего никто не обвинил ни в чем в то время вот как то так эту песню первую песню strong baby которая его сольная написал на удивление не на удивление наоборот точнее как неудивительно джи дрэгон потому что он очень многим своим коллегам писал песни очень крутой мужик в этом смысле не только наверняка а вот эту конкретную песню one two three уже написал тэдди пак великий ужасный и 24 тоже участвовал но сын не числится и среди авторов музыки и авторов текста так что я думаю по тексту вообще как следует поработал да ну и по музыке как то помог молодец что сказать ладно товарищи перед началом реакции я попрошу вас как всегда поставить лайк этому видео и поблагодарю людей которые меня поддерживают на бусте особенности особенности сейчас разумеется алексея потому что он мне эту песню заказал когда он мне пристанет заказ я благодарю в первую очередь одного человека заказчика этой песни ладно давайте 321 поехали раз проверяю просто проверяю а вот и он ленинградский сын гитара то ли челчки то ли еще что-то фпс конечно у этого ролика так себе но это опять же проблема я даже не знаю кого к песне не имеет никакого отношения я вижу зажигательные танцы в этом клипе и очень много лендсвейров засветов таких я эту песню слегка слышал где-то она заводная реально если ничего не путаю это это анда по-моему очень похоже по крайней мере тут так вот неожиданно вступает в припеве ударные дополнительные какие-то синты и так далее еще хор вот это вообще какая-то стилистика американская двадцатых тридцатых годов как будто бы ну опять же машина классическая американская какая-то и вот это за чёс волос назад мило такой легкий синт подыграл чтобы подготовить нас к зывному припеву да 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 и все одеты и причёсаны по такому стилю наверно тридцатый двадцатый я путаю на миски постарше начни наоборот попозже но не важно может пятидесятые о это прикольно кстати было как он перешел можно сказать другую эру черно-белую как он прикольно тоже хорошо но это просто красивый эффект Да, 50-е Но это были конкретно Да, момент заводной Ох, привет, Анда, точно это она Ее по лесу сложно сплыть с кем-то еще А-а-а, товарищ замечтался, видимо Брысь-брысь Вот там музыкальный автомат Что включит интересный, включит ли хоть что-то Известное Слушайте, песня вышла в 2018 году Я про песню читал Что ее изначально предназначали для Blackpink Тедди Пак ее написал Как бы намекнув, что он умеет писать песни другие Это вот очень мило тоже Снег падает в виде не знаю чего Это явный снег, это что-то другое Имитирую сейчас, Снег Да, special thanks to Anda Вот, окей, хорошо Тут еще аж целые Почти минуты Тут косит под какие-то прям рок-группы известные В прошлом Хат дэм Хат дэм Хат дэм Хат дэм Да, это хороший, кстати, такой клич Хат дэм Когда-то слово дэм считалось в Штатах ругательным Вполне себе Сейчас, наверное, уже не считается Так только детишки за него ругают А, он ее щечку чмокнул, что ли И упал Вот такова она Сила Анды Анда Это умеренно известная корейская тоже певица Айдол У нее такая нестандартная внешность В принципе, песни тоже достаточно нестандартные И в итоге я не могу сказать, что у нее какая-то очень крупная известная карьера Но ее песни слышал некоторые весьма хорошие Даже весьма Так, что я хотел проверить Я хотел проверить, что у нас у... Простите Blackpink выходила в это время Я просто именно по времени хочу узнать Тынь-тынь-тынь-тынь Так, давайте проверим Значит, Blackpink Дискография Эта песня вышла конкретно 20 июля 2018 года Когда она была написана, мы, конечно, не знаем абсолютно, да? Может быть, написана была за год Может, за два, может, за три Но, да, в ее обработке Синни принимал участие активное То есть, когда песню отдали ему Он сказал Окей, я сейчас поработаю так Чтобы она подходила под меня И, в принципе, Teddy Pack или 24 Или неважно, кто это решение принял Они решили, что для женского коллектива Особенно из четырех девчонок Это не очень подходит А скорее подойдет мужику Желательно даже, наверное, одному Поэтому Синни Псс, держи Он и подержал И, в принципе, получилась отличная песня Которая там, опять же, была хитом Продавалась хорошо Ну, альбом этот, загреть Синни Продавался хорошо Вот В декабре 2018 Что там у нас вышло? Так, это я еще раз сказал, в июне, да? В июле 2018 Что у нас вышло в августе 2018 Было ду-ду-ду Ну, нет, я, конечно, понимаю, почему Они выбрали дуделку вместо One, two, three Но если бы Blackpink, например, после дуделки Выпустили One, two, three Синни бы лишился хорошей песни Завтра Blackpink получила бы Что-то помимо всего остального, что у них выходило Ну да ладно Ну да ладно Ну да ладно Ну да ладно Так, а вот EP Square Rap Да, там как раз была дуделка Все правильно Ну, вот так сложилась история Ничего уже не поделать Тем не менее Тем не менее Давайте смотреть еще раз Потому что песня заводная Клип прикольный Стильный, красивый FPS убитый совершенно Непонятно, почему в 2015 YG Entertainment выпустила Настолько с паршивого качества картинку Ну, то есть При этом у дуделки был полный порядок с видео Речь даже не о съемках На самом деле здесь забавный эффект Я именно говорю о YouTube Здесь просто убитый абсолютно FPS Чисто кадров Так вот все дергается яростно Ну, посмотреть, что это такое Ну, надеюсь, вы не видите Ну, учитывая временной период этого клипа Гитара тут более чем адекватно Эй, тоже неплохо Хороший стиль был В одежде В принципе, у девушек, у парней Особенно юбки С такими широкими полями мне нравятся У девушек, у парней У девушек, у него парней Прикольно Такая, ну я пошел А он стоит с одного сета Кстати, неплохой переход Ну, сам факт, что Вырубается как бы снег Интересно, он был компьютерный или нет Я пытаюсь понять Ага, все Затемняется И снег пропадает Ну, почти полностью Понятно, скорее всего Вырубают подсветку этого снега Поэтому его не видно Забавно, кстати Хороший переход Такое ощущение Как будто вообще в другую сцену зашел Хотя на самом деле нет Это та же сцена абсолютно Просто освещение поменяли Этот фильм Ролик не одним кадром снят Я почему только сейчас догадался посмотреть Вряд ли Хотя кто знает Если да, то очень респектово Блин, по-моему, одним Хороший Hidden cut Так называемый, да Когда скрыли переход одной сценой на другой За вот Туманом Ой, за дымом, простите Или за паром Ой, хорошо Здесь тоже, скорее всего Был hidden cut Я ее просто люблю замечать Опять же А кто не любит? Круто-круто И тут Миша Хорошо Первой половине Слава богу второго клипа Заметил, что он снят одним кадром Ну, сделан как будто один кадр Круто Тем обиднее В некотором смысле Что на ютюбе качество такое Паршивенькое Ну, может где-то есть нормальное качество Потому что клип сам по себе хорошо делал Еще один hidden cut Очень качественный, опять же В чем это же сделано Как будто это такая панель телевизионная Черт, люблю я такие заводные песни Я не обязательно их часто слушаю И переслушаю Но когда слушаю, прям Ноги сами не втянутся в пляс Да, я ее слышал точно Просто слышал кусочками маленькими И клип не видел О, привет Танда, опять еще более коротком платье и манера танцев мужиков вот такая небрежная тоже веселая только будто он не тянется поцеловать но ему не дают этого сделать дат единственный единственный кусок когда прям кадр переходит другой не слитно не плавно а просто склейкой монтажный это вот этот но это объяснимо потому что тут он там что-то за мечтался а здесь это реальность надо будет посмотреть что вначале было такой hdm так давайте-ка еще раз начало посмотрим прикольно так ну вот он стоит он увидел анду сказал ух ты елки-палки и пошла песня да это действительно все одним кадром очень круто просто чуть бы картинку получше именно для ютюба было бы что замечательно хотя пофиг и так хорошо но идея хорошая реализована замечательно hidden cut и если не приглядываться незаметны окей хорошо спасибо алексеев за замечательный совет замечательную рекомендацию очень веселая бодрая песня классная скорее всего буду даже переслушивать и даже наверно пересмотреть и потому что он веселый и опять же анду я давно не видел было при этом не посмотреть сыне жалко что он пропал из индустрии видно что товарищ талантливый видно что вот он такой задорный весь себя молодец может еще вернется кто его знает всякое бывает в жизни тем более в кей-попе тем более в индустрии знаете как говорится отарабанил срок и можешь возвращаться если ты справился перед обществом было бы так неплохо по крайней мере я считаю вот чтобы человек вернулся таки ладно ты справился все хорошо как то так напиши что вы думаете об этой песне об этом клипе конкретно вы себя представляете чтобы это была песня black pink я наверное представляю с другой анжировкой конечно же там с другими несколько словами но скорее всего да это могла бы стать песней black pink повторюсь более нестандартный для них что было прикольно на то что на в итоге досталось этому товарищу я наверное рад вот как то так все еще раз спасибо тому кто мне это заказал подпишитесь поставьте лайк а если меня поддержите на бусте то вы сможете сделать что не только вы сможете со мной участвовать чатики болтать обсуждать всякие там новости индустрии заказывать мне новости индустрии новые клипы и т.д. и т.п. но сможете и участвовать голосование по заказу клипов и особенности можете даже надо лично заказывать мне песни вот пожалуйста как-то сделал алексей как это делает шурок делают другие замечательные люди всем спасибо всем пока благодарю тех кто меня уже поддерживает на патреоне